Привет! Любишь смотреть годные видосики по фортнайт королевская битва? Тогда переходи и подписывайся на мой канал. Здесь ты найдешь кучу интересного про твою любимую игру. Я часто разыгрываю вебаксы, провожу стримы где играю с подписчиками в скваде. Кстати, на следующей неделе я анонсирую конкурс на две копии фортнайт сражения с бури, который ты сможешь выиграть всего лишь подписавшись на канал по ссылке в описании. Я тебя жду, удачи. Всем привет и как вы уже догадались темой этого видео станет патч 3.6. В нем нас уже по традиции ожидает новый предмет и правки баланса. Ну и конечно же фиксы багов, в скобочках нет. Предметом который добавили на этой неделе стала граната с названием прилипала и как может быть понятно из названия она липнет к тому во что попало. Редкость зеленая, необычная, но на деле кажется что эпическая, ибо за 5-6 часов стрима я нашел ее буквально пару раз в сундуке и пару раз она заспаунилась на споте. А вообще как вы поняли найти ее можно на земле в сундуках, ламах и грузах. Взрывается она через 2,5 секунды после касания с поверхностью, наносит 100 единиц урона игроку и 200 постройкам, что делает ее сейчас единственной гранатой не способной сносить постройки. Чтобы вы понимали 200 хп имеет только дерево. Большинство стен, деревьев вокруг имеет куда больше хп чем две сотни. И получается так, либо вы попали, либо профита от гранаты не будет. Не скажу что попадать просто, кидать нужно на упреждение, 100 урона это довольно мало, так как редкий враг бегает незалитым. Но зато избежать урона, если она прилипла к вам, сейчас попросту невозможно. Вывод по предмету, фановая штука для стримеров аля смотрите как я могу. Практической пользы мало, можно прицепить на себя, но суицид не выход. А сейчас пробежимся по самым важным правкам баланса и игрового процесса. Незначительно бафнули миниган, увеличив точность и уменьшив отдачу аж на 10%. На практике вы даже не заметите этого, так что ждем пока миниган отправится на свалку истории к пистолету, пулемету и дымовой гранате. Существенно улучшили регистрацию попаданий на больших расстояниях при стрельбе из снайперской винтовки и арбалета, что хоть как-то бустит этот вид оружия. Часто получалось так, что казалось бы пущены в неподвижную цель стрелы, долетали до нее и вообще не наносили урона. Улучшен, в скобочках, понерфлен карманный форт. Ранее если прыгнуть на покрышках и не задевая ничего упасть с любой высоты, вы не получали урона. Теперь вы погибнете. Что интересно, падение с высоты на эти покрышки теперь не убьет вас. Наконец-то пофиксили пистолеты-пулеметы, надеюсь вместе с ними и пистолет с глушителем. Ранее если нажать кнопку перезарядки и кликать ЛКМ, чтобы начать стрелять по истечению анимации релоада, у вас сбрасывалось количество патронов и перезарядка начиналась сначала. В игровом процессе из важного, конечно же заборчики, которые теперь не мешают постройкам. Ставь лайк и пиши комментарий, если умирал из-за того, что забор не давал построить стенку и закрыться от урона. Довольно интересно, сделали с грузом. Теперь его прочность зависит от режима. Ранее прочность везде была 1200 хп. Теперь же в соло режиме груз имеет всего 500 хп. В дуо 750, что как по мне немного нелогично. Если один человек должен нанести 500 урона, почему в дуо всего 750? Ведь это намного проще. Но сейчас изменения ради строчки в патче. Грузы с припасами появляются вдвое выше, но падают в два раз быстрее. Я думаю тут и комментарии не нужны. Прошлый патч добавил неприятную вещь, из-за которой двери открывались и закрывались столько раз, сколько вы нажмете на нее. Что происходило часто, так как все клацали клавишу заранее. Ну и мое любимое исправили ошибку, из-за которой для редактирования выбирался не тот элемент. Правда сейчас будто появилась какая-то задержка перед редактированием, но в любом случае лучше так, чем смотреть на лестницу, а выбираться будет крыша. Напоследок расскажу о новой функции в магазине, которая называется возврат. Хоть она пока и отключена из-за багов, но это явно ненадолго. Функция позволяет вернуть вебаксы на счет за три предмета, которые вы купили в течение последних 30 дней. Только три на аккаунт, не больше. Думаю это значительно разгрузит их поддержку и она станет более отзывчивой. А на этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы узнавать о новых роликах первыми. Всем спасибо за просмотр и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok